У нас действительно образовалась как семья. Мои планы, естественно, ее возглавить. Благодаря тому, что выиграли мачет, стали уже как бы делать более серьезные вещи. Вот на это вот мы и прядки, конечно же, поймаем. Ни лески, ни крючка у нас нет. Поэтому мы просто прогулялись. Сегодня вы потерпели первое серьезное поражение. И по правилам нашей игры, один из вас сегодня покинет наш проект. Я относился ко всем с уважением и старался передать свои знания этим товарищам. Итак, добро пожаловать в четвертый день нашего реалити-шоу. Все ок. Все замечательно. Уважаемые игроки, сегодня будет следующее задание. Вам необходимо сделать на одну команду два лука и стрелы. А стрел сколько можно? Четыре-пять. Есть ли диапазон времени на изготовление? Пять часов. Черный принял. Красный принял. Удачи, ребята. С первым днем лета, братцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДАЙ, 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 ДАЙ! Водя, тащи, что воды? Пап, давай вторую бутылку. Твоя мать вообще не экономная. Матери просто носки грызнее всех. Ага, я думала нам на двоих помыться хватит, а ты их на какие-то носки потратила. Мы выкрали тушенку и фасоль. А, ну и котелок, конечно. С тушенки сделали супчик. Вот сюда мы, Данечке, фасолюшки в собственном соку. Он вот так подогрел. Разбухло на огне и стало ее больше. Пушеночка, чуть-чуть фасолечки. Сначала бульончик горяченький. Они берут себе в котелок пушенку и такие ложечку фасоли. Я говорю, да вы что смеетесь? Говорят, блин, берите фасоль, нормально, ложите. Или там две третих бабки. Нет, нет. То есть здесь каждый друг о друге заботится больше, чем о себе. И все друг другу. На, побольше тебе. Нет, на, побольше тебе. То есть атмосфера очень дружелюбная, очень классная. Все друг о друге заботятся. Это очень приятно. Ну то шли и все, костер горел. Минут пять точно все молчали. Потом уже давай все плакать, потом смеяться, потом плакать, потом смеяться. Потом все замерзли нахрен. Плакали от того, что замерзли. Замерзли капитальность. Ребят, готовимся к изготовлению луков. Если у кого есть практика, соберем небольшое совещание, обсудим способ изготовления, материал. Ну и после этого раздаем задачи, кто занимается чем. Считаю самым основным подобрать. Да, еще момент. С первым днем лета, братцы. С днем защиты детей. С днем защиты детей всех. Ура! Редактор субтитров А.Семкин Я в этой жизни занимался уже много чем. По профессии я физик. Ну я вот заканчивал Тихоокеанский государственный университет. И в дефло у меня написано физика. Но на последних курсах меня переучивали на направление геофизика. И с 2015 года я работаю в институте тектоники и геофизики. В лаборатории сейсмологии и сейсмотектоники. И занимаюсь изучением землетрясений у нас на Дальнем Востоке. Кстати, территория Хабаровского края находится в зоне 6 восьмибальной опасности. Дальнем Востоке. Дальнем Востоке. Ура! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Время сейчас, так, так было 20, ну где-то 10, 20, 10, 30 сейчас время, у нас 5 часов, ну полчаса примерно назад получили задание, то есть нам 15.00 к 3 часам, нужно быть готовыми к сигналу от ведущего. Ну давай, я тогда пришел за лапником, в любом случае он нужен. Нам в любом случае нужно беспокоиться о своем здоровье, значит это тепло, а о победе это наш инструмент. И пока все это собираете, подумайте о том, с чего можно еще сделать вторую тетюну. Ну из подобного материала попробуем сделать основную дугу от лука. Здесь есть небольшое преимущество, здесь есть уже природный изгиб, если правильно здесь обточить и сделать гнездо для тетивы, то может получиться довольно-таки неплохо. Она молодая пихта, довольно гибкая и как видите я ее уже согнул в дугу, довольно-таки сильную, она не ломается. А стрелы, молодые березки, потому что стрела должна быть прямой и с небольшим конусом на сужение. Мы ее сейчас зачистим, дадим нашим замечательным девушкам задание их подсушить, улучшится баланс от этого. Наконечник заточим нашим кукри, который у нас есть и потом в углях будем обжигать, периодически счищая, но только доводя не до прям остроты, а с легким закруглением. Я думаю, вот где ноги мерзнут, там, то есть мы сверху накидали лапник, но есть все равно щели и нужно еще вот отсюда, изнутри запихать. Мы вчера планировали, и такие долгольные, все сделали, сегодня будет ночью нам тепло, а было еще холоднее. У нас проблема с тетевой, короче, у нас одна тетева всего, думаю, может шалаша снять. Веревки? Ну да, будем чем-нибудь подпирать, там, чтобы держалась, и все потратить. У меня уже не одна веревка. Папа, давай мой косу сделаем. Блин, я забыл про твои косички совсем, а ты будешь без них, хотя нам надо... Ну и ничего не убудет, значит. Нет, нам надо штучки. Штучки три, я попробую из них... У нас останется 287. Аленушка, иди мне петлю, сними, я не вижу. Слушай, а у нас уже, это сейчас почти полная будет кипятка. Вот отсюда петлю сними. Что за петлю? Ну, видишь, в петле, как вот вяжут. Ты хочешь, что надо, косичку снять? Все, одна вытянулась. Еще одна? Еще черную какую-нибудь. Смотри, они синие 65, вот эти 60 сантиметров. Нормально, будет достаточно. Да, да, будет отлично. А вот эта, синяя, она получается метр двадцать. Ой, метр десять, наверное. Ну да, метр двадцать. Вот грустим без Иваныча. Да. Никто не шутит так, как раньше. Да, вообще, да. Ну и вообще атмосфера на самом деле, как бы, да, шутливая, она потихонечку уходит. Если было первые несколько дней хихихиха-ха, то сейчас как-то уже поменьше. Побольше раздумий, побольше тишины в лагере. Ну, кстати, вот у нас тут сложилось такое, вот то, что сейчас мальчишки закусываются, да, с Дениской? Батя, батя той семьи. Нет, назовем его генеральный директор. Генеральный директор. Да, генеральный директор. Я генеральный вообще директор, я не охотник, я просто представили как охотник. Вот. Я буду называть теперь генеральный директор. Мне бы хотелось ввелить кого-нибудь, конечно же, из наших мальчиков с ним в каком-нибудь замесе финальном. Ну, если его там Санька не сольет, потому что Санька тоже хочет по головам пойти и победить, поэтому мы вот больше даже раздумаем, кто же в той команде первой ему идет, кого они захотят слить. Сильного Дениску или... Ладенькую Аню. Аню нету у них, Минфис, Алёна. А, Алёна. Минфис, Алёна. А еще у них есть красок, которые тоже, которые раздражают там всех. Ну так, вроде как. Интрига. Интриги, мы тут очень много рассуждаем. Вот вчера, особенно после первого голосования, маты лились из... Ну, вообще, до, наверное, даже, до голосования. Мы столько нифигзона не разговаривали никогда. Но даже Иваныч, он как бы был удивлен, очень удивлен, поражен, что Дениска оказался не таким, как он его даже считал. Ну, что он такой подстрекателем оказался и вот как-то так себя ведет неадекватно. Короче, разучаровался Иваныч Дениска. Горела наша штучка. Ну, мы спасли и костер, и чиеч. Скоро пожар будет. Ой, ой. Ёкарный. Нам нужно сегодня крышу переделать по-любому. Нет, это же не надо. Мы свою хибару уже дважды чуть не сжигали. Вчера еще. Вчера заготовелась тут. Сегодня тут. Ну, вчера было вообще, я думаю, все, хибара наша сгорит. Ну, что, чай готов? А что мы завариваем? Там остался пакетик, да, один у нас? Сук здесь. Или нет уже больше? Первый день лета готовит нашим героям новые испытания. Несмотря на календарь, ночи в горах еще очень холодные, а усталость и голод постоянно дают о себе знать. Увидев операторов, участники, конечно, стараются показать позитивный настрой. Но за кадром остается то, чего им это стоит на самом деле. Позади трое суток в тайге, и один человек уже вышел из игры. Сегодня проект покинет еще один участник. Но все настроены бороться за право продолжать свою проверку на прочность в экстрим-шоу Аркуда. Благодаря навыку стрельбы из лука, наши предки охотились, защищали себя от врагов и завоевывали новые территории. Это испытание решит, какой команде придется выбирать, для кого игра закончена, и кто без потерь дальше продолжит свой путь выживальщика. Уважаемые игроки, я приветствую вас на третьем сезоне реалити-шоу Аркуда! И мы начинаем четвертый день. Сегодня у нас в гостях президент Федерации стрельбы из лука, города Комсомольска-на-Амуре, неоднократный призер региональных и краевых соревнований Павел Карипанов. У вас было задание. Вы должны были смастерить два лука и стрелы к ним. Готовы? Да. Павел, я отдаю их в ваше распоряжение. Дорогие участники, сейчас мы протестируем ваши луки, посмотрим ошибки, плюсы и минусы. Кто первый? Ну, как-то так. Сейчас проверим. Понятно, что... Очень хорошо. Но полетело. Если делать лук, он делается более гибкий, из нескольких тонких фрутьев, которые между собой связываются, тогда он более гибкий. Потому что такое дерево, оно достаточно жесткое, даже если его подогнуть. В принципе, в целом, молодцы, сделали хорошо. Три пальца. Первые фаланги под стрелой. Мишень вы видели четко. Подняли, натянули на висок. То есть рука у нас лежит на виске. Мы пальцы чуть подрасслабляем. Все, стрела уходит. Ушла ниже. Соответственно, делаем поправку на миллиметр. То есть подняли, натянули, выстрелили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отлично! Сегодня мы начинаем соревнования. Перед тем, как вы начнете борьбу, я хочу огласить результаты голосования Инстаграма. С большим отрывом победила команда Красных! Это все мои коллеги! Поздравляю! Сегодня у нас охота на кабана. Павел объяснит вам правила этой игры. Так, дорогие участники, ваша задача первоначально выбрать трех лучших стрелков. Первый участник должен попасть в порося. Если он не попадает, он стреляет до тех пор, пока не попадет. За ним стреляет второй участник. После того, как второй стрелок попадает, вы разжигаете огонь огнивом. Третий участник – это огненный участник. Стреляет три стрелы до тех пор, пока не попадет и не подождет. После того, как вы попадаете, веревка перегорает и сундук с призом падает вам. Команды, старт! Давай второй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Команда Черных Квест интересный, спасибо за такую возможность Вот если не больше Делаешь из того, что есть у тебя под руками И такую штуку, которая будет более-менее как-то стрелять Это интересно, интересно Работаешь руками, работаешь руками Работаешь в коллективе Вместе со своими друзьями, коллегами Это очень здорово, это очень классно Замечательный квест, я там участвовала Я с первого раза попала в Поросеночка Я поучаствовала сама В квесте я проявила себя Наконец-то я проявила себя Наконец-то моя команда знает, что я тоже имею вес Мы шли, в принципе, на победу Сегодня победить, это сто процентов Мы не хотели, чтобы с нашей команды кто-то уходил Хотели, чтобы ушел кто-то от соперников В принципе, с этим настроем мы шли С этим настроем мы весь день готовились Настрой у нас не пропадал Даже со вчерашнего дня, что Владимир Иванович ушел Были на позитивчики Ну, в принципе, победили Друзья мои, вы сегодня выиграли Я вас поздравляю с победой У вас на руках есть один жетон И сейчас мы проведем ночной магазин Ура! Жетончик, пожалуйста, мне У вас есть небольшой выбор Фонарик Халва Мы берем полиэтилен, чтобы не было проблем А почему вы выбрали этот предмет? Перед уходом Иваныч своим ревматизмом нам пророчил ближайшие осадки Да А мы верим Иванычу Ну, я вам скажу, это правильный выбор Основатель школы каратэ Киукушенкай Масутат Суаяма когда-то давно сказал Человеческая жизнь обретает блеск и силу Тогда, когда она трудна Вы четыре дня боретесь с трудностями Но, к сожалению, вы сегодня проиграли Сегодня один из вас покинет этот проект Мы начинаем голосование Я проголосовал против Андрея Проанализировал, кто хочет быть на этом проекте И кто может больше получить с этого проекта Андрей уже все знает про выживание И для него здесь ничего нового нет Андрей очень крутой Все знает Но у него нет таких эмоций от происходящего И я думаю, что, сделав выбор из всех остальных, то это Андрей Я проголосовал против Андрея Потому что этот человек очень многое Давал дельные советы Но при этом никак не стремился их воплощать Девчонки ходят, собирают дрова И подходят, и каждый раз спрашивают А что еще нужно? А что, куда? А пойдем за лапником, а пойдем за дровами Человек в этот момент спит И, ну, просто терпение закончилось То есть как человек он хороший, общительный Но мое решение таково Остальные члены команды значительно важнее в данный момент для победы, чем он Мой голос против Андрея Потому что Андрей пришел сюда, чтобы просто поучаствовать Он очень медлительный Мы все быстро-быстро стараемся что-то сделать Он любит поболтать, поотвлекать Это все происходит очень медленно Я вообще не люблю медлительных людей Вот И вообще дико для меня Когда девушка идет, тащит булдыжники А он лежит Вот Это просто дико Я проголосовал против Дениса Потому что в дальнейшем я вижу в нем серьезного соперника для себя И хотелось бы, чтобы он вышел гораздо раньше, чем я вышел То есть гораздо ранее финала Я проголосовала против Андрея Все делал из-под пинка То есть от него никакой помощи, как от мужчины, пока ему не скажешь, не было Ну, больше слов, меньше дела было у Андрея Нам без него будет Ну и то, что комфортно Мы не заметим его Мое личное мнение Я не замечу то, что его нету В команде Потому что все что-то делают Андрей У нас даже фраза появилась В любой непонятной ситуации ложись спать Это Андрей Итак, результаты сегодняшнего голосования Денис Один голос Андрей Четыре голоса Андрей Вы покидаете наш проект Решение Принято Андрей Я хочу вручить тебе Сертификат Выживальщика Спасибо Андрей Ты можешь попрощаться с друзьями Всем хорошего участия Побед В дальнейшем Приятно было Вместе Находиться На проект Давай Болей там За нас Сыночка Ставка Давай Домышка Друзья, мы завтра Встречаемся На новых испытаниях Проект Аркуда Замечательный проект Реально Я на нем За это время Очень отдохнул Получил Какие-то новые знания От участников Проекта С которыми Пересекся Сказать так Ну и команда Как бы намерена Побеждать Я думаю Что многие Останутся В общем зачете И дойдут Кто-то дойдет Денис Может дойти До финала Ну и желаю Чтоб девочки Тоже оказались Хотя бы В полуфинале То есть Потому что Желание есть И если они Проект Рвение То вполне Желание их Неосуществимо Опять же Мое субъективное мнение Те конкурсы Которые были Я замечал В нем Серьезные Замешательства Он попадает Наверное В какую-то Панику Вот незнакомая Может быть ситуация Не знаю Ну это заметно На самом деле Это такой же Обычный человек Просто По своему Воспитанию По своей природе Он немножко Мягче Он немножко Медленнее Но он такой же Обычный Добрый человек Который Очень много Знает У нас сейчас По факту Нам нужно В лесу Сделать дом Чтобы нам Всем было Уютно И комфортно Четыре человека Это делают Один человек У нас спит 24 на 7 Стоя Лежа Сидя Я вот до сих пор Не понимаю Почему он так делал Мне такое ощущение Мы бегали Как сумасшедшие То, то, то Надо Давай туда Были мысли Что он экономит силы Может быть Да Мы думали Мы думали Что он Вот здесь В лагере Экономит силы Чтобы там Где-то На конкурсе Я думала Потому что Наоборот Победить Хотела Силы Как там Я не знаю Вы меня простите У меня ничего Хорошего Про него Именно Вот в этом Нашем Вот этом Сказать нечего Просто Если он Говорит Что он Турист Как турист Он для меня Не турист Это Ленивая Жопа И все Правильно Баба Созу Кобыли Легче Что такое Татьяна Устраивай Коридор У вас Три минуты Для того Чтобы собрать Все свои вещи Погнали Твою мать Ребятки Я вас услышал Но это не обсуждается Сейчас ваша задача Найти Ищем 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 В этом районе Тут должна быть точка Да Кто его знает Смотрим С кем же мы сегодня Прощаемся С кем же Прощаемся 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 Прощаемся